Согласно разработанному Минздравому регламенту, иммунизация от коронавируса ребёнка в возрасте от 12 лет и старше осуществляется только по запросу родителей или законного представителя ребёнка. Другим условием получения вакцины с детьми является то, что вакцинация детей от 12 лет и старше будет проводиться только в постоянных центрах вакцинации, открытых в стенах медучреждения. То есть не будет разрешена иммунизация детей в мобильных пунктах вакцинации или в других обустроенных пунктах вакцинации в населённых пунктах страны. Полная схема иммунизации предусматривает получение первой дозы прививки и спустя 21 день второй дозы. В Минздраве уточнили, что вакцинация детей будет проводиться только вакцинами модерны Pfizer-BioNTech. Разрешение прививать детей было принято на фоне снижение уровня вакцинации в целом по стране. С другой стороны, в Минздраве сообщили, что эпидемиологическая ситуация улучшается. Красный код пандемической опасности сменяется оранжевым. А число новых случаев заражения снижается, и особенно среди детей. «Это снижение числа новых случаев заражения коронавирусом позволило нам уменьшить и количество коек, задействованных под лечение ковида. Таким образом, часть медучреждений постепенно возвращается, к оказанию услуг, которые они оказывали до пандемии. Мы вывели из ковид-обслуживания 445 коек. В ближайшее время у нас появится ряд больниц, которые не будут лечить ковидных пациентов. Первой из этого списка больниц является детская больница имени Игнатенко, потому что в последнее время уменьшилось количество случаев заражения коронавирусом среди детей». Стоит отметить, что недавно Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию одобрило импорт таблеток «Молну-Пиравир». Новый препарат, одобренный Управлением по контролю над лекарствами в Великобритании, обладает специальными показаниями для лечения вируса SARS-CoV-2. По мнению специалистов, таблетки снижают способность ковид-19 размножаться в организме, что позволяет избежать серьезных форм заболевания.